Прям секундочку, вот одна небольшая превьюшечка, вам для интереса, вот что у нас получится в конце сегодняшнего ролика, покажи свою новую игрушку. У нас классный стол кухонный, теперь он брендирован, такую вот мы проблемку тут, короче, сделали. Ну, а теперь тем, кому интересно, смотрим ролик. Друзья, в который раз мы вас приветствуем на нашем канале «Строй дом своими руками» с моим главным напарником Никитой Денисовичем. Привет, друзья! Итак, в рамках моей любимой поговорки о том, что я еще не решил, кем стану, когда вырасту, но уже подрастающее новое поколение требует творческого вклада в эту жизнь. А сегодня у нас время компьютерных технологий и защиты компьютерных программ. Долго томить вас не буду, вы знаете, что у нас есть 3D-принтер. Мы давно хотели взять еще для творчества и в дальнейшем для зарабатывания каких-то денег. Этот станок называется «Альфа МК-2» и он лазерный, он умеет резать, вырезать, гравировать и так далее. Сын очень давно хотел… А давайте спросим, Никита, что бы ты хотел, что ты давно хотел у меня поизготавливать, поделать? Какие-нибудь шкатулки, фигурки и всякое такое. Да, и этот станок умеет не только это, но и многое другое. Давайте будем проще, потому что какой-то рекламный момент получается. Мы с сыном взяли станок, который умеет делать разные гравировки и так далее на разных материалах. Вот в данном случае, по-моему, вот здесь у меня находятся как раз те самые заготовочки. Смотрите, это пластик, а вот это вот металл, металлические пластины. И на них мы сделаем гравировки. Это тестовые гравировки. Потом, конечно же, мы перейдем уже на что-то более интересное. Так, здесь инструкция по эксплуатации и настройке. И еще в комплект положили вот такой вот МДФ для творчества. Насколько я понимаю, станок сам 50 на 50, но резать он может на полосках, на дощечках 40 на 40. Может их пилить и так далее. Можно на них фотографии делать. То есть у сына, короче, будет творчество в полном объеме. Пап, давай уже разбирать? Давай, поехали, сынок. Так, давай, наверное, вытащим вообще весь сегмент. Он, наверное, здесь двойной. Да, точно. А вот здесь уже вся электроника. Все шестигранники, ключ активации. А вот сам лазер. Так, Никит, я так понимаю, что здесь уже самая такая тонкая электроника. А вот начнем мы вот с этих вот главных устройств. Control board. Блок питания и провода. Это защитные очки, чтобы смотреть на лазер. Но пока, чтобы их не устряпать, мы доставать сильно не будем. Вот они. Все в зеленом цвете. Вот это уже самая тонкая сборочка. Это каретка. Пока ее аккуратно складываем. А это компрессор, который будет давать нашей системе кислород. А собирать на самом деле очень просто, потому что всегда к хорошему оборудованию приходит инструкция. И, как написано в книге You Know, Сурка, страница номер 7, нужно соединить сектор B с сектором A. И самое, что интересно, сделано все настолько грамотно и просто. Давай, болтики. И еще и с набором запасных частей. То есть, все это дело очень легко скручивается. А ты берешь шестигранничек теперь и затягиваешь. Я буду тебе наживуливать, а ты будешь затягивать. Мне Рокки сейчас слежит коленку, потому что это моя любимая собака. Рокки, ты молодец, но ты будешь этим заниматься и помогать нам чуть позже. Хорошо, брат? А пока можешь лизать дальше коленку. Ты молодец. Поначалу можно просто пальчиками закручивать. Если она идет. Это вот эту, вот в эту. Надо сказать, друзья, что у Никиты такой опыт уже сборки всяких разных инструментов. Вот почему уже есть. Потому что парень у нас с детства занимался лего. Собирал лего. И он очень любит у нас именно такие конструкторские разработки всякие разные. Как написано в книжке, мы теперь должны подключить к панели B и C панель D. Панель D, вот она. Значит, с этой стороны. Так, вошла у тебя? Все, классно, сынок. Ты рад, что у тебя теперь есть такой лазерный гравер? Очень. Я вот точно не знаю, но по-моему, сын, есть одна проблемка. Ему нужна вытяжка. Но это не точно. Да. Потому что он же дымит, когда режет дерево. Точно, у нас же есть вытяжка на кухне. Придется нам кухню мамину забрать. Под наши задачи. Так, затянул? Да. Теперь, сын, вот здесь мне помоги с болтиком, пожалуйста. Так, а я буду пока читать инструкцию дальше. Судя по инструкции, мы должны подключить нижний блок вот к этими двумя саморезами. Здесь и здесь. И у нас красная вставка по тому борту. Соответственно, это вот так. Друзья, мы допустили небольшую ошибку, и это важно учесть. Вот эта трассировка должна проходить снаружи системы, а мы его пустили снутри. Это неправильно. Еще. Пока мы не забыли. Это было в инструкции написано заранее, но я подумал просто, что потом не забуду. Смотри, это кладем. Вот эту трассу сюда. И защелкнуть. Все. И теперь мы закручиваем. А хотите, я вам расскажу, чем меня лично заинтересовал данный аппарат. Сейчас на всяких разных площадках продаются такие стельки с гвоздиками, на которых нужно стоять и приобретать физическое здоровье. Они очень полезны для внутренних органов и вообще для... ну, в общем, полезны. И стоят они очень дорого. И так вот сегодня, теперь, теперь с помощью данного устройства я могу их сделать для себя, в подарок своим друзьям и близким, и также на продажу. И, скорее всего, они появятся на нашем сайте жарковский-мед.рф. Друзья, тот самый сайт, на котором мы делимся с вами нашим вкуснейшим медом разнотравья, василек, дягель и так далее. Разные вкусняшки. Переходите, пожалуйста, на сайт, скоро там появятся еще и различные авторские поделки. Мы должны сейчас все подключить по проводам. На самом деле, ничего сложного. Вообще, какая интересная инструкция здесь. Вот как ты лего любишь собирать, у тебя там все по картинкам, нигде ничего. Тут из надписей, на самом деле, только где какой саморез крутить. Больше ничего такого нет. И самое, что интересно, нет повторяющихся разъемов. То есть, каждый разъем подойдет только в свое конкретное посадочное место. Друзья, вы будете совершенно правы, если зададите такой вопрос. Денис, ну у тебя столько разных заморочек. Постройки дома, гаража, бани и бассейна. Зачем тебе еще лишние вот эти всякие штуки, проблемы и так далее. Я скажу вам так. Реально сейчас очень интересный век, в который поделки руками и вообще умение сделать что-то своими руками стоит очень дорогого. И стоит очень дорого. У меня есть сайт, жарковский-мед.рф. Вы его уже видели и очень многие на нем приобретают у меня вкуснейший алтайский мед. Так вот, там скоро тоже будут появляться различные наши поделки с сыном. Из дерева, стекла. Я даже думаю, что сделаю авторскую какую-то тематику по, например, банкам с медом. Со своим личным логотипом на стекле. Как минимум. Уже прикольно. Подарочная такая, интересная. Ну вот такие вот моменты. Ну и второе. У меня сын. И сын у меня очень любит творчество. Поэтому думаю, что это точно пригодится. Так, собираем. Ты можешь сам видеть. Вот так. И второй. Все отлично. Теперь, друзья, у нас получается, что вот так все выглядит снизу. Мы сделали основную работу. И теперь нам нужно только вот эти вот нюансы. Используйте здесь два винта 4-16 сочетанием левый-правый натяжителем для регулировки ремня по оси Y. Так, а здесь для регулировки ремня по оси X используйте винты в сочетании с устройством натяжения по оси X. Теперь, друзья, по установке самого лазерного модуля. Очень аккуратно сдвигаем вниз. Устанавливаем лазер в ласточкин хвост до упора. И зажимаем штекер. Теперь мы должны подключить кабель. Подцепили. В комплекте у нас было два вот таких шланга. И один в связке был вот такой. Вот этот шланг у нас идет на компрессор. Его мы сейчас просто откладываем вместе с компрессором. А этот шланг мы подсоединяем к системе. Вот так. Все. После чего теперь работаем с самим компрессором. В компрессоре нам нужно одеть вот этот оголовок. Вот сюда. Все, готово. То есть теперь по логике эта часть будет соединяться у нас вот с этой. Теперь смотрите, видите, как у нас слабо натянута тросик. Как он слабо натянут. Нужно натянуть его лучше. Сильнее. Это делается у нас вот в этой части. Я отвел каретку на самую корму. И теперь подключаем синхронизацию мотора с головкой хождения. Делается это с помощью вот этой трубки и вот этих вот соединительных головок. И вторую головку надо накидывать с той стороны, чтобы шестигранники были к тебе ближе, чтобы ты их мог закрутить. Подставляешь и на серединку сгоняешь, да. И здесь тоже, смотри, подставляешь и на серединку, вот между друг другом. Все, получилось. Теперь ты должен их хорошенько затянуть. Вот, на тебе ключик. Пока сын протягивает, я зафиксирую натяжку гусениц. Я их как бы натянул по-колхозному пальцами. А сейчас хочу натянуть грамотно. То есть не дотянуть, а зафиксировать. Так, сын, давай затягивай все болты. Фиксируй те, которые мы вначале не зафиксировали. На этом наш станок будет полностью готов. Друзья мои, ну мы все собрали. В общем, все работает. Даже не знаю, теперь немножко страшновато включать, конечно. Сейчас инструкцию еще почитаю повнимательнее. И попробуем с сыном, наверное, что-нибудь сделать. Смотрите. Хоп. А вот это вот сюда, скорее всего. Да. И вон у нас получается USB-шка, Type-C-шка. Все, это подключаем. Так, режим английский, португальский. Французский, немецкий. О, русский. Русский есть. Представь. Ничего себе. Хорошо. Все, сейчас перезагрузится на русский язык. Сын, вообще можно все по-русски. Так, решение для гравировки резки вашего бизнеса. Здорово. Подключить Wi-Fi. Да. Представь, тут есть набор уже разных вариантов. В смысле, картина? Угу. Прикольно. Предустановка. Да, он воняет. Угу. Что, стоп? А что ты выжигаешь-то? А, наверное, не надо туда смотреть? Давай окно откроем. Включи на большой режим этого, а? Вентиляция и свет включи тоже. Ну, как он на большой? Ну, самый большой, самый большой вентилятор. А. И открывай окно. Полностью или на проветривании? А, пап? А? Все, открывай полностью. Есть одна большая проблема. Нас мама убьет. Смотри. Это наш стол кухонный. Дай тряпочку, пожалуйста. Ну, самое главное, друзья. У нас есть значок Мерседеса теперь. Сын, ну, а вообще-то красиво. Смотри. Со стилем. Да, это стиль. Прикольно. Ты рад? Да. Тебе нравится? Очень. А почему? Ты верни нормально наоборот. Смотри. Прикольно. Сынуль, ну скажи свое мнение, как тебе? Ну, это очень прикольно и круто. Да? Да. Понравилось? Представь, мы теперь можем, сын, заедем в хобби-центр, купим вот таких дощечек, и мы теперь можем, там даже пистолет был, представь, там был пистолет игл, который тоже собирается, то есть мы можем, положили дощечку такую, выбрали точку, носи координат, и все, и он нам вырезал все детали, мы собрали. Только надо чуть потолще? Есть шкатулки, разные всякие для твоих там машинки есть всякие, замки. Ты вырезаешь деталь и собираешь ее? Да, да. То есть единственное, что проблемка, которую мы сейчас поняли, мы, к сожалению, не догадывались, что нужна хорошая вентиляция, то есть эта штука, очень классно будет работать в гараже, когда мы сейчас гараж достроим, ну, кто смотрит, тот смотрит, братцы, ну, это просто, это просто шедевр, конечно. Ну, классная вещь. Так, сейчас выветриваем, мама еще не знает, мама сейчас узнает, будет весело. Посмотрите, у нас теперь брендированный стол, самое главное, интересно, на какое глубину он его прорезал? Нет, ты видел, ты видел, он просто режет в секунду, он даже нисколько не... Смотри, какие дырочки, отверстия, все ровненько, все главное. Сильный очень. Все грамотно, мощный, представь. Сколько она здесь у нас? Трехмиллиметровая, наверное, да? Он ее очень легко. Как бы Мерседес ты себе сам купишь, но вот от папы я дарю тебе брелок на твои ключи для Мерседеса, для будущего. Хорошо. Все, чем могу, сын. На самом деле, это один шаг в сторону покупки уже нормальной кухонной мебели. Я пытаюсь как-то спасти себя. Друзья, ну, в общем, показал вам начало. Для вашего понимания, это сейчас мы выжгли то, что было в предустановках самой машинки. Я там вам показывал, там всякие были пистолеты, замки, какие-то домики, карандашницы и так далее. Это все уже было в предустановках. Также можно взять любую свою любимую фотографию и на ней сделать выжигание вот на этой досточке, как портрет. Также можно сделать гравировку на металле. Супер, просто супер. Мы с сыном очень рады новой покупке и надеюсь, что она будет не только нам служить верой и правдой, но еще и какой-нибудь мы бизнес придумаем. Что-нибудь будем выжигать.